На этой неделе стартовала медреформа. Мы все сами ее обсуждали. И вот, наконец-то, первый этап. Что должно быть сделано на этом этапе? И с какими проблемами уже столкнулись люди? Обсудим сегодня очень подробно, но чуть позже. А начнем с темы, которая напрямую связана с медреформой. Профильный парламентский комитет поддержал отставку Ульяны Супрун. Постановление разработали давно, но только на этой неделе политикам удалось провести его через комитет. Напомню, сами депутаты не могут уволить Супрун. Она де юре и не министр, а только первый зам. Обязанности министра формально только исполняет. Поэтому Верховной Раде предлагается рекомендовать Кабмину ее уволить, признав работу неудовлетворительной. Какие аргументы у депутатов? И когда может состояться голосование по постановлению? Вот что говорят сами политики. Команда Министерства охороны здоровья в разрезе охороны здоровья полностью провалила программу действий Ульяду на 2017 год. Поэтому у меня есть абсолютно четкая, однозначная пропозиция. Вызнать деятельность Ульяду в разрезе охороны здоровья незадовольна. Я уверена, что в зале поддержат эту постанову и, в общем-то, Супрун должна освободить то кресло, которое она занимает незаслуженно. Десятки, сотни тысяч медицинских работников, которые не воспринимают исполняющие обязанности как руководителя в самой очень важной и ответственной именно должности. Человек, который не имеет медицинского образования, еще имеет два гражданства, ее не профессионалист, то, что она пропагандирует, рекламирует, оно сегодня, к сожалению, не работает. Есть два варианта. Если депутаты проголосуют за постанову, тогда она передается на расследование Кабинета Министров, и Кабинет Министров должен принимать решение. А если депутаты не поддерживают эту постанову, то они берут политическую ответственность за те дела, которые сегодня ходят в Министерстве охороны здоровья и в Украине, вообще, на колу медицины. Интересно реагирует на критику сама Супрун. Вернее, интересно, что она никак не реагирует. По сути, ответов нет. Отвечает чисто формально. Говорит, статус исполняющей обязанности ей не мешает работать и подчеркивает, что у нее есть поддержка и президента, и премьера. Ну а в отношении медреформы для Супрун главное, что темп медреформы такой, какой она и хотела видеть. Кстати, сегодня в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству Владимир Гройсман еще раз прокомментировал, почему именно Супрун выполняет обязанности министра здравоохранения. Я сразу отвечу по Ульяне Супрун. Она могла себе позволить жить в любой стране света, и ей достаточно ресурсов. Но она приехала для того, чтобы побагать пораненим на Майдане. А вот что на самом деле происходит с медреформой? На этой неделе, после долгих месяцев дискуссий, началась реализация первого этапа. Каждый украинец теперь должен выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию. Но оказывается, это не так-то просто сделать. Чем люди уже недовольны и какие проблемы Минздрав срочно должен решать, знает Любовь Кукла. Врач для каждой семьи? Еще я не выбрал, потому что я не знаю, как ее выбрать. В стране стартовала медреформа. Отныне украинцы должны подписывать декларации с терапевтами, педиатрами и семейными врачами. Если раньше мы были гробами прописки, то сейчас понятие участкового врача отменили. Пациенты сами могут решать, кому доверить свое здоровье. В Минздраве неоднократно уверяли, процедура проще простого. Необходим паспорт, код и мобильный. Если есть ребенок, еще есть свидетельство о рождении. С этим пакетом нужно прийти в больницу, обратиться в регистратуру и выбрать врача. Какая она медреформа в действии, проверю лично. Иду в одну из ближайших к дому поликлиник выбирать семейного врача. Из документов только паспорт и код. В моей поликлинике настоящий ажиотаж. Толпы желающих подписать декларацию. Среди них и я. Это, кстати, чем-то напоминает аншлаг в сервисных центрах после получения без виза. Уже даже анекдот появился. Пока все кинулись в поликлинике, самое время получать биометрику. Но шутки в сторону. Мне нужно попасть к врачу. Варианта два. Или в порядке очереди, или по предварительной записи. Я записалась на время. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам. Но, несмотря на всю предварительную подготовку, выбрать семейного доктора мне не удалось. Ведь подписать декларацию без компьютера невозможно. Все данные должны быть внесены в единую электронную систему. Ихалс. Компьютерный кабинет один. Один на всю больницу. В кабинетах у врачей их нет. На все про все в столичной поликлинике четыре компьютера. Вместо техники на столах журналы с записями. Кстати, и очереди тоже бумажные. Запись с самого утра. С шести утра она должна быть под поликлиникой. Чтобы сюда попасть. Даже она была закрыта, но все равно видеть. Да, да, да. Там, на улице. Кстати, одного визита сюда ни свет ни заря недостаточно. Дальше тест на выносливость. Сначала очередь в регистратуру за специальным разрешением. Потом очередь в кабинет, который, напомню, один, где все должны выбрать доктора. В итоге, чтобы определиться с семейным врачом, работающему человеку стоит больничный взять. Ведь процедура на весь день. Я в десять приехала, но я уже была сорок четвертая записалась. Они сказали, что шести они стоят. Ну, кто стоит, посмотрите, в основном пенсионеры. У них есть время. У нас времени нет. Конечно, это можно объяснить первым ажиотажем. К примеру, в детских поликлиниках дела обстоят лучше. Такого наплыва пациентов нет. Пока вот заполняю, а там будем смотреть, как очередь будет идти, не знаю еще. Ажиотажа хоть и нет, но проблемы есть. Во-первых, педиатры в дефиците. Не хватает, но пока у нас все начинается. А во-вторых, электронная система пока дает сбои. Да, система, особенно в первый день, у нас висла. Что было такое, что надо было там три-пять раз набрать, чтобы зарегистрировать этого ребенка. Хоть со сбоями, но главное, что работают. А как обстоят дела в глубинке, где интернета вообще нет? Это фельдшерский пункт в селе Златополе Кировоградской области. Доктора здесь нет, а на 700 человек всего один фельдшер. Поэтому с жалобами на здоровье людей отправляют за 15 километров отсюда в районный центр. От главной трассы к селу асфальта нет. Дорога песчаная, насыпная. В дождь проехать сложно. Поэтому местный фермер загнал сюда трактор, трамбовать путь. На окраине села живет Анна со взрослым сыном Олегом. У него синдром Дауна. Ей 80 лет. Поехать в Бобринец подписывать декларацию сама не может. Ждет, пока кто-то из детей приедет помочь. Я вам скажу честно, что царь и хорма нам не по кишени. Чего? Нам же нема, как добраться. Как схватил Олешку. Я думала, в его аппендицит, в его часто. Он же в нас пошел из дома. Ой, слышала все. Я все-все-все слухаю. У вас доступ в интернет есть, чтобы вы могли... Нет, у нас даже нема на Диброву интернету. Село обслуживают вот этот фельдшерский пункт. Рядом с детсадом. Здесь могут измерить давление и температуру. А раз нет компьютера, о какой реформе может идти речь? Это завдание местной влады, обеспечивать минимальный доступ к интернету. Одного компьютера достаточно, чтобы заклад могла пока подписывать декларацию. Но пока компьютеризация больниц в глубинке – вопрос далекой перспективы. А пока интернет в селе заменяет сарафанное радио возле Сильмага. А это уже Львов. Большой город, где проблем с наличием интернета точно нет. А вот с разъяснениями проблема очевидная. Подписать декларацию семейным врачом тут пока невозможно. Во Львове медреформа буксует. Семейные врачи не будут заключать договоры с пациентами, пока люди могут пользоваться только электронной записью к врачу или попросту брать талоны в регистраторе. А все потому, что электронную систему пока не будут запускать по решению местных властей. Все из-за юридической неразберихи. Ведь пока чиновники не могут понять, кто и как будет защищать персональные данные. В Минздраве говорят, это не проблема, а право каждого. Пока время, чтобы утрясти все нюансы. Есть ведь окончательный срок для подписания декларации не указан. Да и неполная неделя работы медицинской реформы слишком мало, чтобы торопиться с выводами. Хотя некоторые моменты уже очевидны. Нет главного базы для внедрения новшеств. Любовь кукла Елена Брынз, Галина Якушко, Геннадий Аникенко и Оксана Алексеева. Подробности недели. Телеканал Интер. И вот несколько часов назад Минздрав одну проблему решил со Львовом. Город все же подключается к системе для подписания деклараций с врачами. Об этом Ульяна Супрун сообщила в своем твиттер-аккаунте. О первых проблемах медреформы и о том, что с ней делать дальше, давайте поговорим с Ириной Сысоенко, замглавы парламентского комитета по здравоохранению. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Ирина. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Как Вы оцениваете первую неделю реализации медреформы? Всправді, начинается певный ажиотаж по всей Украине. И очень важная сейчас есть коммуникация. Тоже очень важно, чтобы Министерство охраны здоровья выстроило належным чином эту коммуникацию не только через Facebook и интернет, а в том числе и коммуникает с журналистами, с населением в том, что это только начало, что нет последнего дня, когда каждый человек должен выбрать лекаря. То есть это можно будет сделать в любом случае. Другой, что совсем не имеет значения, где человек является прописанным. Выбрать своего лекаря можно за желанием на любом территории, где удобно человеку и кому, главное, доверяет та или другая человек. Поэтому вопрос о коммуникации, объяснении, объяснении, а также самое главное – контроль и współpracу с органами местного самовередования. Очень важным является доказательством Министерства охраны здоровья, что на местах есть все необходимое для того, чтобы медическая реформа работала. А действительно ли есть все необходимое? Главная проблема, мне кажется, на местах на сегодняшний день, что какая-то финансовая, материальная неготовность в медучреждении работать по-новому. Ну, вот банальный пример, компьютеров-то ведь не хватает, да? И чем глубже в регион, тем меньше шанс встретить компьютер в медучреждении. Получится профинансировать это? И как быстро? В формате децентрализации местные органы влады поддерживали деньги. Важно, очень важно, чтобы так же местные депутаты и несли ответственность вместе с мерами мест за реализацию этой государственной стратегии, которая происходит в Украине. Так что местная влада обязана делать все необходимое, чтобы был компьютер, чтобы был интернет, чтобы были закуплены информационные системы, и это должно происходить за деньги местных бюджетов. То есть повновления должны перерастить в ответственность, потому что деньги в формате децентрализации, как раз на первый уровень медической помощи, безусловно остаются в местах. И тут теперь есть совпадательность Министерства охраны здоровья, которая должна координать, współpracовать с местной владой, а местная влада обязана выполнять свои повновления и не саботировать медичную реформу. Я понял. Но вот вы говорите об ответственности на местах, да? А хорошо. А вот если у этой ответственности у каких-то местных чиновников, церковь, князьков местных, вот просто нет, как на них влиять тогда? Так, вы знаете, на жаль, такие випадки начались уже по всей Украине. Как приклад, на этом тижне я отведала в Киевской области, Киево-Сатошинский район, место Боярка. Так вот там, благодаря чиновникам районной державной администрации и керевництво районной державной администрации просто покриваются. Словживание и коррупция главного лекаря, когда просто звольнили лекаря, который много лет работал в лекарне гинекологом, который врятовал жизнь многим женщинам этого города, его просто нахабно звольнили для того, чтобы призначити дружину главного лекаря на посаду заведующего гинекологического отделения. И просто, по сути, коммерциализовать все процессы в районной лекарне города Боярка и все сформировать за рахунок коррупции и свобилия влады. Тож, вопрос о контроле сегодня очень важным. Я не оставлю эту ситуацию, буду продолжать бороться. Я только хотел спросить, вы разобрались с этим назначением? Я уже возвращаюсь до антикоррупционного бюро, буду проводить аудит финансовый и будет требовать звольния чиновников и главного лекаря, которые за это отвечают. Что-то страшное мне прямо стало из-за этого главврача. Ирина, вернемся к медреформе. Хватит ли у нас в стране квалифицированных врачей для успешного ее проведения? Это очень важный вопрос. У нас сейчас незаполненных вакансий счет идет уже на тысячи, да? Подбирается, наверное, уже к десяти тысячам. И, что самое страшное, каждый день из страны выезжают врачи на заработки в другие страны. С этим-то что делать? Так, на жаль, урядовая политика, яка другий рік направлена на то, что именно медицинские работники сегодня в стране удерживают низкую заработную плату среди бюджетников, стала причиной того, что, правда, выезжают, оставят свои посады, санитарки просто звольняются из детских реанимаций, медсестры, и идут работать просто в прибиральность в банк, потому что там больше платят денег. И это как раз основное, сейчас основным попробуем для уряда, поднять медичные тарифные разряды. Самое главное – надать зарплаты. Если будут подвищены заработные платы, соответственно, что медики будут и в тех районах, и в тех селах, потому что, безусловно, все же таки, наявность медика и лекаря является основной запоркой реализации медицинской реформы. Елена, вот смотрите, как у нас успешно, в кавычках, повышаются зарплаты медработникам, мы сейчас видим на примере скорой помощи. Этот же вопрос не решается? Где гарантия, что здесь решится? Так, дякую вам за это вопрос. Сегодня, снова же таки, на године уряда, я черговый раз вернулась до премьер-министра Украины с вимогой негайно решать проблемы эксценно-медичной допомоги. Как результат, мне поведомили сегодня, что на 13 квитня призначена на Рада премьер-министра за мою участью, вместе с руководителями центров эксценно-медичной допомоги, с руководителями облздравлевых, и мы будем требовать от премьер-министра увеличить заработную плату бригадам эксценно-медичной допомоги и финансировать за деньги государственного бюджета государственную программу эксценно-медичной допомоги, потому что, все же таки, вопрос о сохранении жизни и здоровья может быть решено. Когда своёчасто приезжает машина, Ирина, давайте теперь уже в конце кратко о судьбе тех, кто за зарплаты медиков не борется. По крайней мере, я об этом не слышал. Что с отставкой Супрун? То постановление, которое принял ваш комитет. Вы верите, что соберет 226 голосов за это? Я особо не голосовала за эту постанову в комитете, но, на жаль, глава комитета, разом с большинством членов комитета, проголосовали за. Эта постанова за регламентом может выйти в зал Верховной Ради. Но я знаю про то, что те депутаты народные, которые проголосовали за новые законы, и, по сути, новыми законами парламент дав шанс в Украине, справдю, побудовать качественную европейскую медицину. И сейчас Ульяна Супрун просто обязана залишиться на посаде, лишь для того, чтобы реализовать все то, что принял в парламент эти законы. И справдю, показать, что медичная реформа должна стать добром и для пациентов, и для медиков. Хорошо. Главное, чтобы они ее правильно внедряли. Может быть, что-то из этого и получится. Не буду спорить. Ирина Сысоенко, замглавы парламентского комитета по здравоохранению, отвечала на мои вопросы.